Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинская и сегодня я хочу вернуться к теме создания футажей или интро к вашим видео. Я уже в одном из роликов рассказываю о том, как сделать футаж в программе Photoshop Prom. Время не стоит на месте и сегодня я хочу вам показать, как сделать футаж или интро, как еще называют, в программе Adobe After Effects. Ну вот, покажу конкретно, как это выглядит этот футаж. Запуская один из своих видеороликов. Конечно, программа Photoshop Pro такой футаж не создаст и сегодня я покажу, как это сделать. Есть такой замечательный портал, называется OilSophie, с которым я буду работать. Здесь же есть готовые футажи, но он останется только в нужной программе Adobe After Effects, вставить свои необходимые элементы. Ну и, конечно, сама программа Adobe After Effects, она есть в лицензионном виде. Я же использую, честно скажу, пиратскую версию. Нашла ее на одном из трекеров, одном из самых популярных трекеров. Все там есть и таблетки. И как устанавливать требования в системе описанная? Очень энергоемкая программа, скажу сразу. Требует большого количества свободной отвертенной памяти и довольно мощный процессор. Ну и 64-битные винды. Пока идет загрузка, открывается у меня эта программа, вернемся к нашему порталу. Я буду использовать этот портал. Выбираю, во-первых, для того, чтобы скачивать футажи, необходимо зарегистрироваться. Процедура несложная, это вы сможете сами сделать. В верхнем меню я выбираю «Автоэффект». И вот они, футажи для «Автоэффект». Вот тот футаж, с которым я работала. Выбираю его. Нужно его проиграть, посмотреть еще раз, как он выглядит. Здесь у меня на 1 минуту идет 3 секунды. Паузу. 11 секунд, точнее у меня. И теперь я выбираю «Даунлоуд». Идем несколько секунд, пока пойдет загрузиться файл. Файл загрузился, и опять же выбираем «Автоэффект». «Даунлоуд». Файл будет скачиваться в виде архива ZIP с расширением ZIP. Выбираем «Даунлоуд». Да, загружаем. Я выбираю «Диск Дэн», на котором у меня все рабочие файлы. Сюда сохраняю. «Сохранить». Щелкаю по этому файлу. Ну, вот у меня у меня эти файлы. Логично распаковать этот файл. «Извлечь». Пусть это будет эта же папочка. Выбираю «Ок». Теперь открываю программу «Адопа автоэффект». Выбираю верхнее меню «Файл». «Открыть проект». Перехожу на «Диск Дэв», который я сохранила. И вот этот мой. Выбираю файл. Вот этот вот. «Hipster Logo Template». Загружаюсь. Я скажу, что не самая работа увлекательная, но, учитывая, что нам дается готовый исходный файл, в котором нужно только подставить свои значения, намного упрощается. «Интро», «Дередактировать текст», «Очередь рендеринга». И эти папочки в такой структуре идут. Значит, что я вам советую сделать. Я выбираю «Файл», «Импорт», «Импорт», выбираю «Файл». У меня на этом диске есть готовая картинка в PNG формате, то есть с прозрачным фоном. Открылась моя картинка. И здесь очень важно понимать, чтобы вы не запутались, в какой элемент добавлять такую фотографию. В данном случае я буду добавлять его в бедж, в значки. И в значки у меня, во-первых, у них есть куча лишних элементов, которые нужно мне убрать. Вот эти вот крестики, вот точечки. Самая крайне левая панелька значочек. Там, где глаз, я убираю. Одна кнопочка выбрала, другая, третья, четвертая. Теперь нужно убрать эти линии. Точно так же я исключаю. Все, я убрала линии. Теперь моя задача перетащить свое изображение на этот круг. В верхнем меню есть кнопочка «Стрелка». Я хватаюсь за эту стрелку и аккуратно прямо перетаскиваю на рабочую область. Конечно, изображение гигантское. Сейчас мы с ним поработаем. Здесь вот, там, где слой с изображением, есть треугольник. Нажимаем еще на нижний треугольник «Преобразовать». И есть кнопочка «Масштаб». «Масштаб» давайте попробуем вручную подобрать. Беру 80. Большой. Так, дальше. 50 пробуем. Тоже большой. Берем 30. Это то же самое и то. И аккуратно перемещаю. Ну, как-то так, да. Теперь, что очень важно. Если я помещу этот значок на самом верхнем слое своего изображения, то при просмотре он у меня будет с самого начала отображаться. Мне это не надо. Поэтому я его аккуратно хватаю за него левой кнопкой мышки и спускаю на самый-самый нижний слой. Самый нижний уровень под все надписи. С этим мы разобрались. Теперь я перехожу во вкладку «Edit Text Here». Будем редактировать текст, который нам нужно изменить. Подставить его под себя. Ну, вот оно. Значит, есть несколько слоев с текстом буквы «КТ». Самый нижний слой. Давайте начнем с самого простого, самый нижний слой. Вот я на нем установлюсь. Тоже треугольничек, текст. Начнем его менять. Используем верхнее меню. Букву «КТ» это инструмент «Текст». Удаляю старый текст. Ссылку на канал в данном случае я давать не буду. Я сделаю ссылку на свой блог. На английском языке пишу. И аккуратно подвигаю его примерно по центру. Это я сохранила. Советую вам выбирать периодически время работы. Сохранить. Проект. Проект. Треугольничек. И выбираю преобразовать. У меня включена сейчас буковка «Т». И я начинаю. Удаляю. И пишу свое. Так. Я, конечно же, могу поменять шрифт. Выбираю здесь в правом меню. Ну, например, вот этот «Камбри». И выбираю ее. Сделаю на колонну. Тоже здесь можно выбрать. Жирненький. Тлишком большой размер. Слегка выбираю 60. Ну, вот это уже больше похоже на то, что мне надо. Аккуратненько хватаю кнопкой мышки и подвигаю в нужное мне расположение. Так. Ну, текстовую часть я выполнила. Давайте посмотрим, что у нас получается в итоге. После всего я перехожу в окне просмотра во вкладку «Интро». Ягунок смещаю в самый крайний угол. Нажимаю «Клэйн». Получается, что у меня фотография будет висеть с самого начала. Мне, конечно, это не надо. Что я вам советую сделать? Перед тем, как использовать файл формата AVI, все-таки его переименовать. Потому что Camtasia может глючить, когда вы будете сохранять готовый проект. Пусть будет так называться. «Интро». Открываем. Точно так же поступаем с музыкой. Я хочу поменять музыковой ряд. Выбираю файл «Импорт мультимедиа». Правой кнопкой мыши выбираю «Добавить на школу времени в точку указателя воспроизведения». Точно так же поступаю с музыкой. Правой кнопкой мыши добавить на школу времени в точку указателя воспроизведения. У меня ролик короткий. Я хочу, чтобы музыка началась более динамичной. Поэтому я звуковую дорожку сразу подсокращаю. Примерно вот так. Перетаскиваю ее в начало. Зажимаю клавишу «Контуру». И сейчас подрежем. Немножко аудио. Слишком длинно. Опять же зажимая «Контуру» и колесико мыши растягиваю. Теперь я хочу сделать так, чтобы мой файл занимал примерно 5 секунд по времени. Не был слишком длинным. Не был слишком коротким. Перемещаю ползунок. И затем это все лишнее я при помощи ножниц, элемент ножниц, обрезаю. В принципе, можно было бы оставить все как есть. Но я вам советую поступить все-таки следующим образом. Немножко поработать со звуковой дорожкой. Выделяем на звуковой дорожке. Во-первых, это звуковая дорожка, которая снизу. Это старый звук, который был в самом файле. Я его хочу убрать, поэтому выбираю «Приглушить». И затем выбираю небольшой кусочек в начале. И выбираю «Нарастание». Перемещаюсь в конец. Выбираю «Затухание». Теперь все готово для того, чтобы сохранить файл. Выбираю в меню «Produce & Share». Выбираю «Пользовательские настройки проекта». Выбираю «Далее». Файл MP4 формат. Далее. Еще раз «Далее». Третий раз «Далее». «Загрузки». И выбираю «Интро». Так, выбираю расположение файла. Выбираю «Загрузки». Ну и пусть файл будет называться «Интро». Готово. Да. Начался процесс рендеринга. Процесс обработки видео сохранения завершился. Я выбираю «Готово». И давайте сравним, что у нас получилось в итоге. Я открываю файл «Загрузки». «Интро». 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 Файл. Формат MP4. 240 килобатт. Всего-навсего. 5 секунд. Такое меня вполне устраивает. Коротко и с вкусом. Надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи. До скорой встречи.